Представители областного совета общественного согласия при ассамблее народа Казахстана посетили Исатайский район и провели выездное совещание. Цель обсуждения вопросов межнационального согласия на селе, контроль за религиозной ситуацией, ознакомление с социальным положением местного населения. Подробнее о седании в следующем сюжете. Заседание проходило под председательством начальника районного отдела внутренней политики развития языков Армамбека Махмутова. Также на совещании приняли участие члены районного совета Акимы сельских округов, руководители региональных государственных учреждений, председатель совета общественного согласия Нужан Ермуханов, заместитель начальника отдела общественного согласия регионального управления внутренней политики Лязад Желкашиева, эксперт Надежда Морзагалиева. Сегодня были заслушаны отчеты о проводимых делах и запланированных работах, в том числе касательно строительства социальных объектов, дорожных проблем, межнационального согласия, реализации программы АУЛ Ельбисыгэ. В будущем мы тоже будем оказывать поддержку в активизации деятельности районного совета общественного согласия. Наша работа будет способствовать укреплению межнационального единства среди населения и улучшению жизни сельчан. В ходе заседания с докладом о работе, проводимой в районе в рамках программы Рухани Жангру и проекта АУЛ Ельбисыгэ, выступила секретарь районного совета общественного согласия Венера Мухитова. В этом контексте были затронуты вопросы предпринимательства, строительства социальных объектов, спорта, религиозной ситуации, состояния детей с ограниченными возможностями и их инклюзивного обучения. «Были высказаны хорошие предложения относительно оказания помощи малобеспеченным гражданам, людям с ограниченными возможностями. В этом направлении в районе осуществляется ряд мероприятий. Оказывается, поддержка молодым семьям и семьям, которые нуждаются в помощи. Вместе с тем, в прошлом году при помощи фонда Алтун Тогар несколько семей были обеспечены жильем. Я считаю, это все наши граждане района всегда готовы прийти на помощь. Такие благородные дела найдут свое продолжение».